У вас есть кухня, а на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, которые вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Но! Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне для тех, у кого есть стандартный набор продуктов и нестандартное желание готовить. Всем привет, я Макс Творогов, дежурный по кухне телеканала Еда. У нас такая же кухня, как и у вас, обычная. Есть духовка, в которой запекаются разные вкусные пироги. Холодильник, в котором хранятся охлаждённые и замороженные продукты. Мойка, в которой можно мыть руки и те же самые овощи. Плита, на которой можно что-нибудь энергично пожарить и вытяжка. Ну, в общем, всё как у всех. А тут у меня некоторые продукты необычные. Ну, посмотрите, тут у меня королевские креветки, шафран эмеретинский, он дешевле, нежели чем классический, фасоль стручковая, ну и вот и всё. Так, приготовлю я сегодня свою версию американского луизианского супа под названием гамбо. Я ещё раз повторюсь, это моя версия. Суп гамбо, он бывает, знаете, как лагман. Бывает и суп, бывает и второе. В общем, такой густой, наваристый суп, который любят практически все американцы. Вот сегодня я вам и покажу, как его приготовить. Я сразу подтяну к себе поближе все продукты, которые мне нужны будут. Так, мясо, томаты в собственном соку. Так, сейчас расставлю тут всё перед собой. Стебель сельдерея, томаты, ну и вот тут рис. Основа основ, что может быть в луизианском гамбо. То есть гамбо, как вам сказать, это такой некий микс морепродуктов, мяса, птицы, да, то есть всё в одной тарелке. Но поверьте, это может сочетаться. Ну что, начну готовить. Лишнее, как лишнее, ну пока то, что мне не нужно, я уберу в сторону, подвину, чтобы вам было видно всё. Красиво. Первым делом я начну делать фарш. Для этого мне понадобится мякоть говядины. Вы можете, в принципе, взять любой отруб, который подходит вам, и который вы посчитаете, что он подойдёт для приготовления фарша. Я удалю лишний жир. Тут мне не нужно в этом блюде его использовать. Нарежу мякоть на более мелкие куски, чтобы мясорубке было проще справиться. Мясорубка у меня, конечно, хорошая, но всё же, да, будет проще, быстрее. Дальше я эту говядину просто измельчу. Ну тут ничего пока необычного не происходит. Всё. Все, в принципе, вы можете купить и готовый фарш, но вот у меня остался кусочек, и я люблю делать фарш сам, чтобы быть уверенным в качестве говядины, в процентном соотношении жира. Поэтому мне тут нужен нежирный фарш, да, поэтому я приготовил его сам, и теперь я спокоен. Так, далее. Самый долгий продукт из всего этого – это рис. Соответственно, мне его нужно поставить вариться. Рис я взял сегодня басмати, вы можете взять любой абсолютно длиннозерный рис, который вам нравится, который вы любите, можете даже взять пропаренный какой-нибудь, ничего страшного. Рис обязательно я промою. Риса у меня здесь на две порции, потому что ко мне сегодня придет гостья, ведущая, кстати, программы ПП по фану на телеканале «Еда», то есть моя коллега и девушка, которая очень хорошо разбирается в спорте, в продуктах, в питании, правильно, потому что она тренер по фитнесу. Маш Морозова. Ждем. Рис я промою хорошей проточной водой. Будет достаточно одного раза, просто возьмите чистую фильтрованную воду и смойте с него лишнюю грязь, которая, в принципе, неизбежно на этом рисе остается. После того, как его хранили где-то на складе, пересыпали из мешков и так далее, нужен хороший чистый рис. Далее. Сотейник. Рис я отправляю туда. Посмотрите, сколько здесь, где-то, наверное, граммов 150. Он увеличивается примерно в два раза. Вот так вот рассчитывайте порцию. То есть на одну порцию риса будет вполне достаточно 150 граммов уже готового, то есть 75 сырого. Вот вам и простая арифметика. Я наливаю, ну вот, как меня учили, да, чтобы покрыло и на высоту двух пальцев оставалась вода. Да, по пропорции это примерно получается где-то как один к одному и плюс 100 граммов. Ну, японский рис таким образом варится. Вот так мне будет достаточно. И добавляю один очень важный ингредиент. Меня научили это делать, в принципе, французы. Они варят этот рис с шафраном. То есть рис басматин, по сути, и так ароматный. Но при добавлении небольшого, буквально микроскопического, вот посмотрите, количество шафрана, меньше щепотки, он приобретает потрясающий золотистый цвет и нереальный аромат. Кстати, обратите внимание на плиту. У меня сегодня необычная плита. У меня варочная панель Зигмунд Эйнштайн. С четырьмя зонами нагрева, которые выделены рисунком и кажутся объемными. Есть три таймера для каждой из конфорок. Один из них – таймер для варки яиц. Есть даже блокировка защиты от детей, чтобы маленькие хулиганы, не дай бог, что-нибудь у вас на кухне не натворили. Так, далее. Ставлю рис на плиту. Добавляю небольшое количество соли. Если что, рис потом можно будет подсолить. Поэтому буквально полторы щепотки мне будет вполне достаточно. Ставим на максимум, да, то есть нам нужно добиться активного кипения риса. Потом я ее убавлю. И продолжаю заниматься продуктами. Так, фарш. Чтобы он уже начал напитываться вкусами, я обязательно посолю. Добавлю черный молотый перец. Свежемолотый, чуть меньше сделаю. Помол. Так. И надену перчатку. Ну, я когда работаю с сырым фаршем, обычно люблю одевать перчатки. Дальше. Я сделаю вот такие вот небольшие, ну, как назовем их, фрикадельки, да, то есть комочки из фарша. Выставлю их здесь. В принципе, их форма особо не имеет значения. Вы увидите, почему в дальнейшем. Можно взять какие-то колбаски, да, ароматные, распотрошить их и использовать. Так делают итальянцы. Можно взять, в принципе, и обычные кусочки какого-нибудь хорошего мяса, которое вы обычно жарите. Ну, например, мясо для стейков. Но тогда ваша лаузианская гамба будет стоить вам просто космос. Очень дорого. Вот, поэтому я использую фарш. Вот, он дешевле. Либо какой-то не очень дорогой вид отруба. Делаю из него, сам фарш приготовлю. Ну, и, соответственно, цена балансируется. Далее. Курица. С курицей все очень просто. Я отделю малое филе. А мне сегодня не пригодится. И вот этот жирок лишний, в принципе, тоже. Чистое куриное филе. Я его разрежу на небольшие кусочки. Ну, вот такие, как кубики, может быть. Ну, будем ориентироваться под размер комочков фарша, который я заранее подготовил. Примерно все должно быть одинакового размера, чтобы приготовилось одновременно. Супер, здорово. И креветки. Креветки у меня уже попались очищенные. В принципе, вы можете взять хорошие какие-нибудь замороженные, неочищенные креветки, сварить из них бульон, который тоже можно добавить в гамбо. И, кстати, вот таким образом именно и делается суп гамбо. То есть из креветок варится бульон. Потом они чистятся. И вот на этом бульоне уже будет происходить все то, что я буду делать здесь дальше. Так, креветки у меня с хвостиком. Я его очищу. Я не люблю, когда креветки с хвостиком в каком-то соусе, который нужно есть целиком, потому что придется их доставать потом и выплевывать. Это достаточно неудобно. Ну и плюс можно уколоться и будет вообще неприятно. Так, таким вот образом я снимаю все хвостики и начну потихонечку складывать это все в миску. Смотрите, готовится все более-менее одинаково. Дольше всех будет готовиться, в принципе, фарш, поэтому я его выложу вот так вот в сторону. Посередине положу курицу. И в конце пойдут креветки. То есть стараюсь в миске их далеко от друг друга не раскладывать. Оп, все. Положу поближе сюда. Далее овощи. У меня есть лук. Вот, выберу себе какой-нибудь красивый. Я его очищу. Возьму половину луковицы, чтобы вот несочные части мне не понадобятся. А самую сочную серединку я буду использовать. Там рис очень сильно кипит, я пойду проверю. Да, он уже закипел достаточно обильно. Поэтому я его перемешаю, накрою крышкой и убавлю нагрев до минимального. Вот на единичку поставлю, посмотрим, как он себя там поведет. Так, лук. Лук нарезаю кубиком. Ну и в принципе, тут вообще все на самом деле очень просто. Тут фишка на сочетании и на технике приготовления. Так что смотрите, запоминайте этот рецепт. И я уверен, вам понравится. Так, чеснок. Мелко нарублю. Томаты. Смотрите, тут у меня, в принципе, спросите, есть томаты протертые, есть томаты обычные. Почему вопрос? Да я объясню. Обычные томаты нам нужны для текстуры, а томаты протертые нам нужны для соуса. То есть, ну, по сути, вы можете взять и с обычных томатов приготовить, но в них не будет сочности, да, и соусности, самое главное. Поэтому я сочетаю томаты обычные с томатами протертыми. Вот такая вот история. Ну и плюс будут попадаться где-то большие кусочки, где-то маленькие кусочки, что тоже создаст ощущение вот этого домашнего такого луизианского горячего пряного блюда. Так, я возьму, наверное, половину помидора. Нет, две трети. Две трети. Видите, он как раз хороший попался, не спелый, да, вот он с беленьким таким вот просветом. В большинстве случаев это плохо. Сейчас для меня это хорошо. Почему? Потому что он не растушится очень сильно и будет принимать именно ту консистенцию, которая мне понадобится. Есть у меня еще болгарский перец. Я возьму желтый, да, потому что у меня есть красный цвет, у меня есть зеленый цвет, нет желтого. Вот будет разнообразное. То есть, гамбу, по сути, это такое разнообразие всего в одной тарелке, да, начиная с того, что разнообразие рыбы, мяса, там, птицы, так еще и разнообразие цветов, овощей, текстур. То есть, ну, блюдо достаточно интересное. Я вообще люблю интересную еду. Я не люблю крем-суп, например, да, потому что ты ешь его, вот ешь, и в каждой ложке ты чувствуешь, что ты ничего не чувствуешь. Ну, вкусный суп, да, но неинтересный. От ложки к ложке, ну, тебе надоедает. Так, стебель сельдерея. Он у меня немытый, поэтому сполосну. Буду нарезать вот тем же самым кубиком, да, то есть, тут я стараюсь нарезку соблюдать. Достаточно крупным. Можно, на самом деле, в это блюдо еще добавлять, ну, кукурузу, может быть, да. Можно добавлять, что еще? Американцы, кстати, добавляют окру, да, это такой овощ, еще его называют бамия. Он что-то среднее между стеблем сельдерея и стручковой фасолью по вкусу, ну, чтобы вы понимали. Тоже вот, ну, у меня под рукой бамия и нет, поэтому я беру стручковую фасоль. Все, больше мне не нужно, лишнее уберу. Ну, все, к плите беру большую какую-нибудь сковороду. Ну, вот у меня самая большая. Отлично. Включаю плиту на максимальный нагрев, что она может себе позволить. Добавляю масло, можно оливковое, можно сливочное, какое угодно. Вот какое под рукой есть, такое и используйте. Лук я добавляю в первую очередь. Тут очень важно последовательность закладки продуктов. Да, вот именно поэтому я сначала все подготовил, разложил, и вот теперь я начинаю уже не спеша, никого ни на что не отвлекаясь, готовить. Дежурный по кухне. Вернемся после рекламы. Так, дальше поговорим о специях. Да, что у меня еще здесь есть? У меня здесь есть лавровый лист. Я себе парочку сразу отложу. Лавровый лист дает очень хороший аромат. Я возьму немного тимьяна. Также у меня здесь есть кумин. Небольшое количество куркума. Тоже такая достаточно ароматная специя. Мука, она мне пригодится позже немножко для другого, я расскажу. Ну и все, ну черный перец. В принципе, соль, перец везде по стандарту идет. Так, у меня уже лук обжарился, поэтому я добавляю сейчас, смотрите, да, подумали, наверное, овощи? Нет. Я добавляю сейчас говядину, да, наши говяжьи шарики, фрикадельки, назовите кусочки, как хотите. И их с луком быстро перемешиваю. То есть мне сейчас нужно эту говядину запечатать, да, закрыть со всех сторон, чтобы весь сок оставался внутри. Вот таким вот образом. Все сразу появляется, мгновенно золотистый цвет. Далее я добавляю курицу. В принципе, ну вот и суп, он готовится практически так же. Вот можно, я говорю, как лагман. Вот разведите бульоном, получится у вас суп. Не разводите, получится у вас второе. Да, горячее блюдо. Так, чеснок. Чеснок теперь я отправляю ко всем нашим красавцам в сковороде. Ммм, какая красота. Так, чуть-чуть масла, буквально чуть-чуть еще, чувствую, нужно. Ага, потому что я еще овощи буду докидывать. И вот чувствую, что масло мне уже сейчас нужно добавить. Супер. Размешали. Чеснок сейчас даст свой аромат. Далее с чесноком обычно добавляют тимьян. Я сниму его с веточки. Так, посыплю, добавлю вот так. Куркума, кумин, перец. Ммм, аромат уже стоит нереальный здесь на кухне. Вот, куркума сразу дает свой цвет золотистый. То, что нужно. Так, ну и что? Креветки, кстати, пока лежат. Заметьте, я их не добавлял. Далее можно уже добавить овощи. Овощи можно добавить все разом, потому что готовятся они, ну, одинаковое количество времени. Соберу. Я напомню, здесь стручковая фасоль, томаты, стебель сельдерея. Ну и дальше вы можете добавлять уже что хотите. А, и болгарский перец я добавил. Вы же можете взять кукурузу. Можете, кстати, даже взять вот, знаете, вот замороженные, есть вот этот микс овощей. В принципе, в нем ничего плохого, ну, я не вижу. И даже сейчас на профессиональных кухнях используют качественные вот эти замороженные миксы, потому что это шоковая обработка, все витамины внутри остаются, и хранится это достаточно долго. Есть круглый год. Вот, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пользуйтесь. Так, вот, отлично, золотистый цвет. Теперь время добавить креветки. Перемешаю. И овощи. Отлично. Ну и добрую порцию еще, наверное, черного перца. Пряное блюдо должно получаться такое. Так. Смотрите, все, заиграло цветами. Лавровый лист, буквально две штучки. Добавляю сейчас. И не перемешивая, добавляю томаты. Вот видите, сколько ингредиентов уже вошло, поэтому лучше все заранее приготовить. Сок томатов. Я напомню, что томаты всегда добавляются в конце приготовления, потому что кислота, которая в них содержится, она замедляет все процессы варки, тушения и так далее, каких-то долгих. И если мы добавим сначала, например, томаты, то томиться мясо будет гораздо дольше. То есть, ну, лучше томаты в любые, в любые абсолютно блюда добавлять практически в самом конце, если не в конце. Далее. Я добавлю еще немного воды. Ну, либо бульона можно добавить. У меня надо буквально, вот, наверное, треть стакана. Все. И теперь уже можно перемешать. Пахнет прям бомбически. Вот тут, в принципе, и видно уже отличие моего гамбо от супа классического, да. У меня это больше похоже на рагу. То есть, я буду этим рагу поливать уже готовый рис. Вот. Ну что, продолжаю добавлять. Я думаю, что еще немножко куркумы. Еще я добавлю кумина. Небольшое количество сахара. Сахар, в принципе, выведет вот этот вот умами, да, то есть мы добавляем сладкую ноту. Ну и скомпенсирует кислотность томатов. Вот. Поэтому чуть-чуть сахара я добавляю. И небольшую щепотку муки. Буквально вот меньше, наверное, двух грамм. Это даст нам вот эту вот бархатистость, богатость. Знаете, вот рагу, в принципе, всегда готовится с мукой. И соли. Соли, соли добавлю еще, да, немножко. Соли. Вот так. Все на маленьком, медленном огне. Теперь все вместе будет томиться, обмениваться вкусами. Ну и, в принципе, тут уже остались совсем мелочи. Я думаю, что пора звать гостей. А вот и я. Гости не заставляют тебя. Маш, привет. Привет. Отлично выглядишь. Рад тебя видеть. Спасибо, что зашла. Пахнет. Пахнет, я думаю, что вот уже в соседнем квартале. Что это? Это моя версия луизианского гамбо. Это очень крутое блюдо. Я сейчас тебе про него расскажу. Я представлю сначала тебя, Маша Морозова. Ведущая, как я уже говорил, а я уже говорил, программы ПП по фану. Просто красивая девушка и тренер по фитнесу. Спасибо большое за комплименты. Спасибо, что пригласил. Ты всегда меня кормишь вкусно. Я стараюсь. Я стараюсь. Не то, что Ермолаев. Ермолаев почти, наверное, тебя кормит там редиской и морковкой. Кстати, кто не помнит, кто такой Ермолаев, это с ведущей Машей по программе ПП по фану. Женя Ермолаев. Привет, Женька. Ну что, поехали. Гамбо – это такой суп. Он достаточно густой, он томатный, он с мясом, с рыбой, с морепродуктами. У меня моя версия. Я делаю это больше, как, наверное, рагу. Я готовлю суп жидкий, я готовлю более вязкий. Еще более густой. Это намного лучше. Еще более на специях. Объясню, почему. Давай, расскажи. Суп – это все-таки неполноценное блюдо, а рагу чаще всего с рисом, либо с какими-нибудь крупами же готовят. Правильно ведь? Ну, возможно, да, бывает. Конечно, картофель забегает среди них и в рагу туда. Чполь? Да-да-да. Ну, и тогда это получается уже полноценное блюдо, после чего можно спокойно пойти и потренироваться. Что я и сделаю сегодня. Да, ну, по составу, смотри, у нас здесь и углеводы. Грудку я, кстати, брал куриную, да, креветки, они, в принципе, не очень калорийные, да? Вообще ноль. Говядина я взял, фарш, вот жир вот там, как доказательство лежит, я отдельно положил. Штрих красный доказательство. Жир отдельно, видите, поэтому я люблю готовить фарш самостоятельно для таких как раз случаев. И рис, да, который я готовил на воде. И, соответственно… Я даже аплодирую. Спасибо вам большое, я старался, я знал. Но все же это вот гамбур. Давай скорее пробуем. Да, давай, я сейчас уже поближе подвину. Смотри, все к нам наше добро. Так, давай, я тебя буду ждать здесь тогда. Обязательно. Значит, у меня есть петрушка. 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 Укроп, я вижу, у тебя есть. Укроп, слушай, да, можно укроп добавлять? Ой, я люблю сельдерей. У тебя есть сельдерей. А сельдерей уже внутри я добавил. Ты хочешь, я тебе дополнительно внутрь еще… Погрызть. Погрызть, так, как палочки. Да, почему бы и нет? Я люблю фреш. Сельдерей, яблочко. Да? И морковка. Ой, слушай, да, это очень хорошее сочетание. Сейчас же модно, да, сейчас все это АБЦ, вот эти вот миксы, да, и так далее. Вообще, не то, что это модно, это полезно. А сколько ты лет вообще вот увлекаешься ПП? Расскажи мне. Ну, 10 лет. 10 лет? Уже 10 лет. Уже 10 лет. В смысле, тебе всего в 15 лет? Спасибо. Почему ты врешь с гостяну? Нет, 10 лет, почему мне 27? Ага, все, я понял, хорошо. То есть 17 лет. Да. То есть ты проснулась и осознала? Нет. Как тебе пришло это осознание? Первый поход в спортзал. Так. Первый фитнес-клуб, первое знакомство с тренером, первые результаты от физических нагрузок, красивый пресс, взгляды моих друзей. Так. Парни восхищенные. Вау, говорят, Маша, ты так преобразилась. Ну и все, меня было не остановить с тех пор. В 18 лет я работал, стала в фитнес-клубе администратором, и в 20 лет я уже работала тренером. Вот такая вот история. Мои аплодисменты, если бы я мог, но у меня две руки заняты. Потому что я спешу уже сервировать, и мне нужно обязательно попробовать перед подачей. Это мое правило, которое я выработал на профессиональной кухне. Так. Обязательно перед подачей все попробовать. Очень вкусно пахнет. Да, это еще очень вкусно просто. Я очень хочу попробовать, очень-очень-очень хочу. Слушай, ну давай, поехали. На самом деле, как сервируется гамбо? Все просто, наверное. Вообще прям банальщина. Смотри, я беру вот этот рис. Он довольно рассыпчатый. Да. То есть я добавляю риса столько, сколько нужно мне. Я вот люблю, в принципе, побольше риска. Скажи, а я когда дома рис варю, я его тоже рассыпчатым делаю, но я его промываю водичкой. Слушай, я не люблю промывать. Если ты к этому, потому что там и шафран, и вкусы всякие могут быть и так далее, ты просто в раковину выливаешь. Я просто без приправ готовлю рис, поэтому что дальше? Дальше гамбо. Смотри, главное тут, смотри. Креветочку положить. Захватить нужно все. Всех. Креветки, мясо, птицу, курицу. Супер, супер. Фасоль. Все, что я люблю. Все то, что мы любим, понимаешь, и вы, я надеюсь, тоже полюбите. И обязательно соуса. Ну, хочу сказать, вот в дневное время я с удовольствием ем рис. А вот вечером я бы такое блюдо с удовольствием съела, но заменила бы вместо риса, взяла бы побольше овощей. Побольше овощей. Побольше стручковой фасоли. Углеводиков, да? Наоборот. Скажу клетчатки. Клетчатки, все, вот. Ладно, хорошо, к экспериментам расскажи, какое самое необычное блюдо в твоей жизни ты пробовала? Я бы назвала это не блюдо, а секретный ингредиент. Так. Джем из бекона. Джем из бекона, мне кажется, это я его готовил. Да. Мне снится, потому что калорийно, безумно вкусно, очень необычно и феерично. Джем из бекона. Ищите рецепт джема моего с беконом из бекона на сайте телеканала «Еда», и все у вас тоже получится, и вы также будете смотреть джем из бекона. Готовьте классно. Рекомендовать его всем. Супер. Я считаю, что нужно скорее пробовать и делиться впечатлением. Я давай немножко соусах. Конечно. Я просто очень люблю, когда вот соус, когда все. Вот ты, да, я знаю. Вот, отлично. Все, чуть-чуть каплю. Это вот прям финальный, финальный штришок. Пожалуйста, прошу тебя к столу, а я за тобой. Давай. Ну что, с пылу, с жару, гамбу. Смотри, нужно перемешать. Я научу тебя, как правильно есть гамбу. Я за тобой повторяю. И начинаем по кругу. Да, то есть мы берем овощи и креветочку. Пробуем. Вот так. Дальше ты берешь, например, курицу и рис. И получаешь какую-то новую эмоцию. Расскажи мне, что ты, как ты. Мы не можем говорить, простите. Очень вкусное такое домашнее, если честно, блюдо. Но при этом пряное в меру. Вот так. Супер. Ну слушай, самое главное, тебя заинтересовало. Для тебя это необычное, что-то новое. Да, для меня это необычно, для меня это новое. Для меня это в рационе внедримо, так скажем. То, что я буду рекомендовать не только своим друзьям, но и своим клиенткам однозначно. Слушай, а вот с точки зрения ПП, еще раз, чтобы убедиться, говядина, курица и креветки в одном блюде это... Окей. Это идеально. Все, супер. Можно просто вместо риса подобрать другой вариант, как стручковую фасоль, и это будет еще более диетично. Это будет прям вот... Прям идеально для девушек и для мужчин, которые сидят за своей фигурой. Все, супер, отлично. Ну все, вкусно, красиво, интересно. Все, что я хотел, выполнено. Новое блюдо для тебя, новое блюдо для телезрителей, я надеюсь, для многих. Не бойтесь, готовьте такую еду. Она, поверьте, очень вкусная, интересная и полезная, как мы сегодня выяснили. Да, спасибо большое, что пригласил меня попробовать это идеальное блюдо. Спасибо тебе большое. Я напомню, что у меня в гостях была Маша Морозова, красивая девушка, тренер по фитнесу и ведущая программы ПП по фану на телеканале «Еда». Ну и я, дежурный по кухне, Макс Творогов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!